При голосовании по поддержке. При голосовании по поддержке. Это большая честь, потому что мне 15-тысячный отряд журналистов, трудящихся в московских СМИ, поручил вручить диплом ректору Медицинской Академии имени Сеченова Михаилу Александровичу Пальцеву за открытость прессы и за творческое сотрудничество. Я хочу сказать, что с Михаилом Александровичем Пальцевым, с многими из вас нас связывает давняя добрая дружба. К сожалению, так складывается, что мы, журналисты, чаще всего, как и прочие жители столицы, обращаемся к вам, когда у нас СОС. И как же бываем мы иногда неправы, непрофессиональны, освещая ту или иную сторону вашей деятельности. И тем не менее, мы не таим друг на друга обиды, а мы хотим дальше это творческое, чтобы сотрудничество развивалось и надеемся, что оно будет развиваться. Сегодня, вручая этот диплом Михаил Александровичу, я хочу его вручить всем вам, потому что как короля делает свита, так и вы вместе с Михаилом Александровичем делаете большое, серьезное, благородное дело. От всей души хочу пожелать вам всем творческого долголетия, чтобы вы у нас, самое главное, были здоровы, чтобы медицина наша в России процветала и всем нам благополучия нашей Родины. А сейчас разрешите вручить диплом Михаилу Александровичу. Спасибо. Спасибо вам большое. Извините, что я нарушила ваш регламент о вашей работе. Милосинец, спасибо большое за высокую оценку нашего труда Союзом журналистов Москвы. Уважаемые коллеги, по повестке дня у нас сегодня один вопрос, это реализация программы технического обеспечения учебного процесса Московской медицинской академии Сеченова. Эту программу мы приняли на ученом совете год назад и, несмотря на все сложности объективные, она, в общем-то, сегодня есть конкретные результаты, которые мы хотели бы представить ученому совету. Есть и замечания по повестке дня, это основной вопрос. Нет, принимается. И, как всегда, в начале кадры и вопросы. Виктор Гузьмич Гостичев, пожалуйста. Виктор Гостичев, пожалуйста. Виктор Гостичев, пожалуйста. Продолжение следует... 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 По кафедре фтизиопульмонологии Жук Николай Акимович. По кафедре восстановительной медицины Потекаев Николай Николаевич. По кафедре фармакогнозии Сопронова Наталья Николаевна. По кафедре восстановительной медицины Шубина Елена Андреевна. По кафедре урологии Винаров Андрей Зиновьевич. Кроме того, как всегда, к нам поступило дело из Таджикского государственного медицинского университета имени Ибн Сины о присвоении ученого звания профессора по кафедре фармакологии Ишанкуловой Бустон-Остановни. Дело было направлено на кафедру фармакологии и рассмотрено по существу. И с кафедры поступило заключение о том, что кандидатура достойна для присвоения ученого звания профессора по кафедре фармакологии. Пожалуйста, нужно ли обсуждать кандидатуру? Тоже все формальности соблюдены. Нет, утверждаем решение кафедры и направляем документы. И последнее. От руководства Российского онкологического научного центра на имя нашего ректора поступила просьба поддержать выдвижение на присвоение звания заслуженных деятелей науки Российской Федерации Комова Дмитрия Владимировича, доктора медицинских наук, профессора, заведующего хирургическим отделением диагностики опухолений и клинической онкологии. Здесь нет необходимости. Мы тайно голосовать не должны, потому что мы не выдвигаем, а поддерживаем. Фамилии известны, специалисты известны. Пожалуйста, есть ли вопросы? Нужно ли обсуждать кандидатуру? Тогда, если возражений нет, ставлю вопрос на голосование, за то, чтобы поддержать кандидатуру Комова. Прошу голосовать. Спасибо. Кто против, воздержался, принимайте все догласно. Спасибо. Теперь по составу счетной комиссии такие предложения. Барабанов Евгений Иванович, Шадыев Хайджараевич, Краснюк Иванович, Хатиева Татьяна Ивановна. Ну, четыре человека, я думаю, это не важно. Нет возражений? Принимаем состав счетной комиссии. Счетная комиссия просит приступить к работе. Мы переходим к обсуждению основного вопроса в повестке дня. Но у нас здесь есть некоторая специфика, я хочу сразу это оговорить. Мы начинаем, так сказать, обсуждение вопроса в виртуальном режиме. В Московской медицинской академии на Пироговке мы заканчиваем построение опорной сети. Вы получили соответствующие приказы. Знаете об этом. Элемент компьютерной сети сейчас уже начинает использоваться, работать. Поэтому мы... Но это не потребует много времени, потому что Петр Францович Литвийский, основной докладчик, сейчас находится в компьютерном классе на первом этаже. И в режиме реального времени мы покажем, что можно провести вот такой диалог и задать вопрос, если необходим. Потом он поднимется наверх, и мы заслушаем ту информацию, которую он подготовил. Михаил Александрович. Михаил Александрович. Да, Петр Францович, я слышу вас. Я хотел задать вопрос со слышимостью и видимостью. Хорошо ли? Глубоко уважаемый Михаил Александрович. Может быть придет время, я не выходя из кабинета, ректоры, проректоры. Мы будем пройти ученый совет вот в таком, так сказать, режиме. Каждый в своей расслабленной обстановке. А Петр Францович или докладчики будут находиться в кабинете. Я думаю, что членов ученого совета это очень устроило. Пожалуйста, может быть, можно задать вопросы вы хотите. Вот по технике. Михаил Александрович, если позволите, вначале небольшая информация. Да, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что поскольку сегодняшний ученый совет посвящен роли, месту и значимости технических средств обучения в учебном процессе, мы вот так несколько необычно начали сегодняшние сообщения. Я хочу сказать, что это рассчитано не на трюк какой-либо. Это реальные наши возможности. Они могут быть использованы сейчас на кафедрах и факультетах после дипломной подготовки, поскольку известно, что большая часть на этих факультетах идет в режиме очно-заочного обучения. И вот эта вот очная часть, она могла бы быть проведена либо вот так онлайн из аудитории нашей академии, из операционных, из учебных залов и так далее. А затем мы могли бы здесь принимать уже учеников на месте, на базах нашей академии. Это делается на всех трех факультетах после дипломного профессионального образования. И врачей, и провизоров, и фармацевтов. Кроме того, мы проводим сейчас очно-заочные циклы повышения квалификации преподавателей. Они тоже могли бы устранить поездки наших преподавателей, потерю времени, потерю денег на довольно немалые командировочные расходы. И самое главное, может быть, это уже проверка того, чем мы сможем воспользоваться. Она связана с тем, что с 1 сентября в академии открывается заочное отделение на факультете высшего сестринского образования, на факультете фармацевтическом. И мы могли бы от тех заготовок, на которые мы сейчас идем, то есть общение бандерольками, бандероли от нас с занятиями, бандероли от учащихся к нам, что тоже занимает и время, и большие затраты, и лягут они в основном на академию. Можно было бы это делать либо в режиме онлайн, что называется, либо наши преподаватели могли бы готовить видеокассеты и посылать их по сети. Я должен сказать, что вот эта камера, она сейчас общается с конференц-залом нашей академии, а принципиально она связана с глобальной компьютерной сетью, интернет, и мы могли бы общаться с любым регионом России, континента нашего и других континентов. И последнее замечание, которое я хотел бы сказать или сделать сегодня, оно связано с тем, что сегодня мы будем меньше рассказывать вот той технике, которую мы используем, а показывать ее в действии. И сейчас вот во время нашего телемоста небольшого и в конференц-зале стоят установки, которые сегодня после совета будут переданы на реальные, конкретные наши кафедры. Если, Михаил Александрович, угодно задать вопросы, вам или членам совета, я готов ответить. Пожалуйста, есть ли вопросы? Петр Францович, вопрос, когда будет маховая подключена к системе? Ну, на этот вопрос, наверное, точнее ответил бы руководитель нашего отдела по опорной сети Крэйнис, но, насколько мне известно, в пределах 2001 года. А мультимедийная установка отправляется на маховую после сегодняшнего совета. Так, пожалуйста, еще есть вопросы. Тогда мне есть предложение дать возможность Петру Францовичу подняться в аудиторию. Я просто еще сделаю небольшое вводное слово, и мы тогда начнем заседание членов совета. Петр Францович, мы вас ждем. Да, а в это время, если угодно членам совета, нами подготовлена демонстрация учебных фильмов с компакт-диска по гистологии, патоанатомии и микробиологии. Он рассчитан как раз примерно на 3-4 минуты. Спасибо. Спасибо, Петр Францович. Все как было? Ну, пока идут фильмы, я, может быть, кратенькое вступление сделаю. Здесь такой ряд. Мы начинаем заочную подготовку на фармацевтическом факультете, в факультете высшевосестринского образования. У ректората есть желание начать эту работу на принципиально новой основе. Может быть, это получится не сразу. Но в дальнейшем в Москве появились вузы, например, современный гуманитарный университет, некоторые другие университеты, которые работают в таком режиме дистанционного обучения, в виртуальном режиме. Например, в гуманитарном университете учатся на сегодняшний день 130 тысяч студентов. Это форма подготовки, которая, с нашей точки зрения, для медицины, конечно, непригодна. Она пригодна только для гуманитарных дисциплин, но в форме постдипломного образования, некоторых элементов заочного обучения, эта форма, конечно, могла бы использоваться. Но основой, конечно, являются спутниковые каналы, которые необходимы для доставки информации в любой участок России. И арена спутниковых каналов довольно дорогое дело. Поэтому, по моим понятиям, например, для медицинского вуза, для многих вузов это не по карману. В то же время, контакты с такими вот, если так сейчас, как принято говорить, продвинутыми вузами, как современный гуманитарный университет, другими, они могут быть очень полезными. Современный гуманитарный университет имеет 180 филиалов России. То есть во всех крупных городах России есть для этого основы, есть филиалы. И работа с такими университетами, работа с филиалами, используя спутниковых каналов, это, конечно, существенно облегчит нашу задачу связанности с дистанционным обучением. Это, видимо, через год на следующем ученом совете мы попытаемся первые наработки в этом плане представить. А сегодня мы обсуждаем конкретный вопрос, связанный с техническими средствами обучения, то, что удалось сделать в рамках реализации программы по развитию технических средств обучения Московской медицинской академии. Поэтому цель доклада, она такая, в общем-то, конституционная, это не дискуссионный доклад, это отчет ректората об очередном этапе выполнения программы, принятой ученым советом. Поэтому тогда, может, мы прекратим демонстрацию, думаю, что более-менее понятно, и Петр Франч, аудитории, предоставим ему слово. Уважаемые коллеги, поскольку в этой аудиторией, в основном, преподаватели наших кафедр, я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, основной разговор сегодня пойдет о технических средствах обучения, но, тем не менее, мы будем исходить из того, что главная цель медицинского вуза это подготовка будущих врачей и провизоров к грамотному решению их профессиональных программ. И одним из условий, более или менее важных, является использование в учебном процессе технических средств обучения. Эти технические средства можно условно скомпоновать, вот так, как они реально применяются и в нашей аудитории, по трем направлениям. Это аудиовизуальная техника, которая может использоваться в учебных аудиториях и учебных залах. Это персональные компьютеры, программы новые и новые технологии. И это средства телекоммуникации. 14 ноября прошлого года ректоратом была разработана программа оптимизации технического обеспечения учебного процесса. Она подписана и утверждена ректором Михаилом Александровичем Пальцевым и имеет несколько направлений. Число основных относится оснащение аудитории ау-визуальной техникой, и этому будет посвящена первая часть сегодняшнего сообщения. Это обеспечение образовательного процесса качественными иллюстрациями. Я хочу подчеркнуть вот это ключевое слово, качественными иллюстрациями, поскольку иллюстраций у нас много, и мы теперь должны переходить к иллюстрациям высокого, уровня высокого качества. Это использование компьютерных технологий и новых интерактивных учебных программ в учебном процессе. Что сделано на сегодняшний день за эти пять месяцев, которые прошли с момента утверждения? Учебная аудитория. На сегодняшний день фонд Академии составляет 37 аудиторий, в которых по 180-220 мест. Они занимают площадь больше 5,5 тысяч метров, и мы можем в нашей аудитории пригласить и посадить для слушания лекций всех наших студентов. У нас сейчас около 6 с небольшим тысяч студентов, а аудитория способна вместить 6 766 человек, то есть и студентов, и лекторов, и слушателей, которые могли бы поучаствовать или хотели бы поучаствовать в этом процессе. В феврале 2001 года Академии были сделаны довольно большие закупки, направленные на оснащение общеакадемических аудиторий. Эти закупки были сделаны в те аудитории, в которых либо испытывался дефицит аппаратуры, либо там использовалась уже устаревшая техника, которая иногда дискредитировала высокий уровень содержания лекторов. Было приобретено и используется сейчас 25 слайд-проекторов импортного производства, высокого качества, 28 оверхедов, большие экраны и во всей аудитории, там где отсутствовали лазерные указки, что, естественно, облегчает технику чтения. На это приобретение было затрачено более 10 тысяч долларов. Это довольно большая сумма, и я хотел бы здесь сказать, что в отличие от многих предыдущих поколений составов ректоратов, нынешнему составу ректората удалось принять такие меры, которые позволили аккумулировать довольно большие средства, которые были использованы на приобретение аппаратуры в общеакадемические аудитории. Вот это я тоже хочу подчеркнуть, поскольку раньше считалось, что проблема оснащения аудиторий при кафедре или на кафедре – это проблема самой кафедры. Сейчас иначе поставлен этот вопрос, это проблема ректората, и ректорат решает представительство наших аудиторий, аудиторий, в которых в основном общаются наши профессора со студентами. Помимо тех приобретений, которые были сделаны, на кафедрах, в аудиториях были и работавшие установки, и поэтому на сегодняшний день в аудиториях у нас используется 107 слайд-проекторов, оверхедов, эпидиоскопов на ряде кафедр, 27 видеомагнитофонов и телевизоров. Большой фонд сконцентрирован на кафедрах, то есть в учебных аудиториях, в учебных залах кафедр. Это 445 слайд-проекторов и оверхедов, это 43 видеомагнитофона, 54 телевизора и монитора, 2 видеоустановки, которые есть на наших кафедрах, 382 компьютера и 22 сканера. То есть фонд довольно убедительный. И я хотел бы позволить себе сделать резюме. Резюме довольно важное для нашей аудитории. Оно заключается в том, что на сегодняшний день все кафедры Академии имеют возможность демонстрировать иллюстрации с использованием современной аудиоизуальной техники. Я имею в виду в наших 37 аудиториях. И второе, что я должен подчеркнуть, что сейчас, к сожалению, уже возможности аудиторий превосходят возможности и даже желание некоторых кафедр применить иллюстрации в них. На следующем этапе сделан шаг серьезный по приобретению современных установок, те, которые сейчас только входят и в учебный процесс, и в научные исследования, в научной аудитории и так далее. Это приобретение мультимедийных установок. И сейчас в зале вы видите две таких установки, которые приобретены в Московской медицинской академии. Михаил Александрович уже говорил, что они после этого совета пойдут в свои аудитории. Я скажу, какие. Эти установки, вот те, которые мы сейчас используем, они позволяют пользоваться демонстрацией иллюстрации с дискет компьютерных. Они позволяют использовать лазерные компакт-диски. Собственно, вот он недавно перед этим демонстрировался через эту же мультимедийную установку. Это видеокассеты, и вы смотрели фильм сейчас не с киноустановки, а с этой же мультимедийной установки. Это пленки для оверхеда и видеокамеры. Вот тот телемост, который был в начале сообщения, он, собственно, тоже демонстрировался через мультимедийную установку онлайн с видеокамерой. На сегодняшний день уже ректорам подписаны счета, и начались поставки. Вот часть поставок в этом зале. Они предполагаются для установки в основном в таких центральных аудиториях различных факультетов или общеакадемических аудиториях. Это клиника имени Тареева, поскольку эта база для многих факультетов, не только медико-профилактического. В этой клинике занимает студент с лечебного факультета, факультет научно-педагогических кадров. Это аудитория, Михаил Романович, на Маховой, поскольку аудитория на Маховой – это все факультеты, и фармацевтические, и лечебные, и медико-профилактические, и ФПНПК, высшего сестринского образования. Она является базой такой, общеакадемической, межфакультетской. Это аудитория на Суворовском бульваре, как в центре фармацевтического факультета. Это научно-исследовательский центр, в котором, вы знаете, работает много наших кафедр, там читаются лекции, либо в обеих аудиториях, либо в одной из них. И это конференц-зал центрального клинического корпуса, поскольку, естественно, такой центральный зал, где проходят основные форумы нашей академии, он должен быть оснащен современной техникой. На эту технику ушло много денег. Михаил Александровичем подписан счет на 30 тысяч долларов. Я хочу сразу оговориться, что этому предшествовала, конечно, большая и трудная работа ректората академии по аккумуляции этих средств. Эти средства, второе, на что я хотел бы обратить внимание, идут за счет реализации платных образовательных услуг. То есть источник здесь один. Заработанные в учебном процессе деньги идут на совершенствование учебного процесса. И таким образом, с учетом приобретения, которое состоялось, и того, которое мы ожидаем, если экономическая обстановка будет благоприятной, в наших аудиториях будет уже, в нашей академии будет уже 10 аудиторий, оснащены мультимедийными установками. А если учесть, что еще 6 кафедр имеют мультимедийные установки, которые пришли от спонсоров, заработаны на клинической стезе и так далее, то с дня знаний 1 сентября мы можем уже иметь 16 учебных аудиторий, в которых можно демонстрировать на электронных носителях любую информацию. В этой работе, естественно, есть проблемы. На некоторых из них я хотел бы остановиться. Вы знаете, на прошлом совете мы подвели черту количества наших кафедр и учебных курсов, их 140. Так вот, на сегодняшний день из 140 кафедр и учебных курсов только 80 систематически используют иллюстрации в учебном процессе. То есть где-то около 70%. Причем из них только 45 кафедр используют пленки для оверхеда и оптические проекторы. 12 кафедр, а на самом деле это меньше, поскольку здесь заказана перспектива, желание кафедр использовать иллюстрации на электронных носителях, готовы работать с лазерными компакт-дисками и дискетами. На сегодняшний день реально мы продемонстрировали три комплекта компакт-дисков, которые используются в учебном процессе и смогут использоваться с применением мультимедийной установки. Это кафедра гистологии, это кафедра патологической анатомии, это кафедра микробиологии. Есть и на других кафедрах заимствованные диски, но вот эти учебные диски, они сделаны на самих кафедрах и они стыкованы с учебным процессом, то есть с лекциями и занятиями, которые проводятся в аудиториях. Вторая проблема. Если говорить о комплектности, то есть наличии систематизированного комплекта слайдов на кафедре, систематизированного имеется в виду по каждой теме, систематизированные слайды, по семестру, по циклу учебному, ну и в идеале, конечно, по всему учебному курсу. Вот таких кафедр, имеющих комплект, у нас только 25%, 75%, то есть две трети, пока комплектов систематизированных слайдов не имеют. А кафедры, которые имеют согласованные по содержанию лекций и преемственным к ним занятиям по этой же теме, всего 8%. Около двух третей лекторов имеют на кафедрах авторские наборы иллюстрации. Тут я хотел бы дать комментарий. Авторский это хорошо, поскольку каждый из нас в соответствии с уставом имеет право на содержание, форму работы со студентами, подачу материала и так далее. Но, к сожалению, у этого авторства есть и другая сторона. Нередко получается так, что на лекциях на одной кафедре лекторы, которые читают лекции разным потоком, они подают свои авторские иллюстрации, за которым строится свое содержание. И таким образом с кафедры могут уходить студенты, которые у каждого лектора получили свою информацию, которая может довольно существенно отличаться от учебной программы. Эта проблема действительно реальна, и студенты об этом говорят. И, наконец, есть еще одна проблема, это проблема заимствованных иллюстраций. Их у нас в учебном процессе около 30%. Сам по себе подход, это тоже привлекательный, поскольку сейчас появились возможности заимствовать иллюстрации из хороших зарубежных руководств, хорошо иллюстрированных. Некоторые лекторы сейчас уже обращаются в интернет для того, чтобы использовать иллюстрации оттуда, но часто стремление показать красивый слайд, допустим, к сожалению, ведет к потере стыковки этого слайда, который смотрится как вставная челюсть, и содержание лекции. Вот от этого тоже нашим лекторам нужно уходить. Есть еще одна проблема, о которой я хотел бы сказать. По нашим подсчетам, за последние 4 года кинофотолаборатория в прежнем составе изготавливала каждый год около 30 тысяч слайдов. То есть за 4 года для кафедр сделано 120 тысяч слайдов. Если просто арифметически посчитать, что у нас 123 кафедры, значит на сегодняшний день на каждой кафедре должно быть около 1000 учебных слайдов. Конечно, их нет. Значит, тут вывод, который сам по себе напрашивается. Очень много в работе кинофотоотдела по заказам от кафедры идут слайды однодневки. То есть его показали сейчас и сегодня, а завтра он уже не работает. В связи с этим мы посоветовались с членами Центрального методического совета учебно-методических советов по специальностям факультетов, с составом Редакционно-издательского совета Академии и пришли к необходимости грамотного контроля изданий учебных иллюстраций. То есть возвести подготовку комплектов учебных иллюстраций примерно на тот же уровень, что и подготовку учебно-методических руководств на кафедре. Они должны быть отрецензированы, учебно-методический совет по дисциплине или эксперты должны их отработать, и дальше этот комплект должен производиться уже серийно. Такая возможность будет, я об этом немножко позднее скажу. Пока мы хотели бы ограничиться рекомендациями Редакционно-издательского совета по подготовке комплектов систематизированных иллюстраций, вот то, о чем мы говорили недавно, о необходимости соответствия их содержания современным учебным программам, поскольку в 2000 году вышло новое поколение госстандарта, вышли новые поколения квалификационных характеристик, там есть целый ряд изменений, и программы учебные по дисциплинам должны успевать за ними уже, и вслед за программами естественные иллюстрации, которые идут в учебную аудиторию. И это соответствие иллюстраций требованием к структуре и дизайну слайдов. Очень часто слайды бывают, судя по тому, что есть в кинофотоотделе, перегружены или просто дается таблица, где около там 190 слов различных. Конечно, студенты на лекции либо переписывают таблицу, не слушают лектора, либо слушают лектора, записывают его текст, но иллюстрацию эту они не воспринимают. И вот в связи с этим, проанализировав эту ситуацию, лекторат пришел к необходимости перехода на подготовку качественных иллюстраций. Напомню, что видеофотоотдел в прежние годы ежегодно делал в среднем по 5 учебных фильмов около 30 тысяч слайдов и 2,5 тысяч фотографий. Заявка на 2001 год уже несколько иная. Видимо, завкафетерами немножко более дифференцированно подошли к этому. 20 учебных фильмов заявлено. Правда, работу пока не начата ни по одному фильму. Это нас настораживает, поскольку сегодня уже 2 апреля. Заявлено 3 тысячи слайдов, то есть в 10 раз меньше, чем обычно. Но зато сдвиг произошел в сторону электронных носителей информации. 120 компакт-дисков заявлено, общим объемом колоссальном памяти в 90 гигабайт и заказаны фильмы на 10 дискетах общим объемом где-то около 14-15 мегабайт. Для того, чтобы реализовать следующую задачу, о которой мы говорили, подготовку качественных слайдов, ректоратам выделены деньги, около 30 тысяч долларов, на приобретение современной аппаратуры по изготовлению слайдов. Эта аппаратура уже приобретена, она монтируется в корпусе научно-исследовательского центра, она программируется сейчас, поскольку это компьютерная высокая технология, и начиная с 1 сентября мы готовы приступить к изготовлению комплектов систематизированных слайдов высокого качества и высокой стоимости. На это тоже нужно обратить внимание. Слайды, возможно, и цветные, и черно-белые, но стоимость их примерно на порядок разница, на порядок выше стоимость цветных слайдов, естественно, поскольку технология там намного более дорогостоящая по расходным материалам. Но тем не менее, начиная со следующего учебного года, вот это оборудование, которое сейчас монтируется, уже опробируется, опробируются программы компьютерные, оно будет готово для подготовки качественных слайдов, комплектов слайдов для наших кафедр, но я еще раз хотел бы напомнить, что к этому процессу мы перейдем после рецензирования и довольно сурового отбора специалистов. Специалисты будут решать, что выпускать, что не выпускать в учебный процесс. Сложный вопрос связан с реализацией компьютерных технологий и программ в учебном процессе. На сегодняшний день компьютерная база наша расширилась. Вот за то время, которое прошло с предыдущего совета, если вы обратили внимание, мы говорили там о трех штах десяти компьютерах, которые работают сейчас на кафедрах. На сегодняшний день их уже зарегистрировано 382. Многие из них пришли из дома, многие из них пришли из лаборатории, просто были распакованы и пошли в учебный процесс. И действует у нас десять учебных компьютерных залов, которые сконцентрированы в основном, и это естественно, на теоретических кафедрах. Если говорить о программном обеспечении и компьютерной подготовке наших студентов, то в Академии создана система, система непрерывной подготовки по компьютерной грамоте, она начинается с первого курса базисного цикла для студентов. На втором курсе речь идет уже о освоении стандартных программ рабочих, то есть студенты работают в рамках своих интересов теми программами, которыми предоставляет кафедра медицинской информатики. Пятый, шестой курс – это неограниченный доступ, ну, естественно, в рамках расписания к персональным компьютерам, и кафедра не испытывает дефицитов желающих. Шестой курс медико-профилактического факультета имеет уже собственную специализированную программу социально-гигиенического мониторинга. Факультет управления здравоохранением имеет свою специализированную программу. Все аспиранты наши посещают этот зал, кто-то учится, а кто-то обрабатывает материалы диссертации, допуск здесь тоже неограниченный, он вводится в рамки расписания, и все аспиранты имеют такую возможность. И начиная с конца прошлого года, все присутствующие хорошо знают, мы перешли вот такой компьютерной, ликвидации компьютерной, я бы не сказал неграмотности, но, может быть, полупрофессиональной подготовки наших заведующих учебными частями, и многие преподаватели тоже стали примыкать к этому движению, что называется. Сейчас все наши заучи, ну, на большинстве кафедр, на сегодняшний день только три кафедра, Михаил Александрович, не влились в этот поток, там есть свои проблемы, мы эти проблемы поможем решить. Но все заучи владеют программой годовой отчет на электронном носителе, учебная часть, иллюстрации, и самоаттестация, вы знаете, она у нас вся сейчас находится в электронной базе академии. Так что мы позволили себе вот сделать такой вывод о том, что сейчас идет, конечно, она не завершена, в кавычках, такая управляемая интеллектуальная компьютерная революция, которая заключается в переводе на электронные носители документации кафедр, документации деканатов, учебно-организационного отдела, и мы полагаем, что учебная часть академии в целом уже к концу этого года перейдет на компьютерную технологию ведения документации. Мы приобрели оборудование для всех деканатов, для учебно-организационного отдела, где-то ее еще не достает, но, тем не менее, это уже есть. Основная трудность будущего года, если все будет складываться так, как запранировано вот в этой программе, будет заключаться в необходимости удовлетворить желание кафедр компьютерами. У нас сейчас много заявок. Если отвлечься от конкретных заявок, которые иногда очень обширны, некоторые из них включают и музыкальный центр, и видеоустановки, и так далее, наверное, это необходимо для учебного процесса, но если просто 123 кафедры, которые у нас имеются, выделить деньги на приобретение одного компьютера, то есть всего это будет 123 компьютера, средняя их стоимость хороших машин около 600 долларов, то нам понадобится на это 73 тысячи, 74 тысячи долларов. Если учесть еще необходимость приобретения расходных материалов, то эта цифра поднимается уже до 80 тысяч долларов. Если в соответствии с заявками мы приобретем еще ксерокопировальные аппараты, которые, конечно, тоже необходимы, то эта цифра будет приближаться к 100 тысячам долларов. А источник, я уже говорил, один, это внебюджетные средства, расходов вместе с тем много. Вы знаете, что на оплату преподавателей из внебюджетных средств идет в среднем 45% заработанных денег, на налоги различной направленности около 20%, коммунальные услуги, но тут по запросу Михаил Александрович лучше скажет, потому что это большая такая проблема, но постоянно оплата за коммунальные услуги такая необходимость появляется, и, конечно, на развитии материальной базы учебного процесса остаются немногие деньги, хотя саккумулировать их удается. Какие шаги и условия, как нам кажется, необходимо сделать для того, чтобы все-таки запросы кафедр удовлетворить в течение будущего учебного года? Это приобретение до комплектации компьютерных залов. Компьютерные залы сейчас работают с полной загрузкой, работают они с 9 до 6, иногда больше. Студенты там отрабатывают технологию компьютерных тестов, они отработают с преподавателями. На некоторых кафедрах есть контрольно-обучающие программы, в частности, на кафедре фармакологии. То есть, учебные залы работают у нас довольно интенсивно, и учитывая, что это залы на фундаментальных в основном дисциплинах, то необходимость в них остается. И до комплектации тоже. Второе, это поставка компьютеров для кафедр. Но мы об этом уже говорили на Центральном методическом совете, ориентируемся на то, чтобы компьютер не просто приходил на кафедру и стоял в упаковке, а чтобы его ждал подготовленный сотрудник, и компьютер мог быть инсталлирован контрольно-обучающими заданиями. Это есть пока не на всех кафедрах, в том числе на тех кафедрах, которые уже прислали заявки на компьютерную технику. Во всяком случае, хотя бы в каком-то систематизированном виде, хотя бы по части учебного года. Задачи и перспективы, которые ставятся вот этой программой на ближайшее время, до 2002 года включительно, это обеспечение совместимости компьютерных программ на кафедрах. Программ много, входит основная программа, эта программа разработана кафедрой медицинской информатики. На ряде кафедр есть свои авторские программы, и это хорошо, и кафедры медицинской информатики готовы эти программы стыковать так, чтобы там, где есть компьютеры, мы могли легко обмениваться. Тем более, если учесть, что сейчас монтируется оптоволоконная опорная сеть, это уже будет просто необходимо. Вторая серьезная задача, она трудна по такой, по интеллектуальной задаче, это разработка интерактивных компьютерных программ, то есть, когда студент или преподаватель, любой обучающийся, имеет возможность с материалом находиться, ну, что-то типа диалога и деловой игры, получать информацию с компьютера, отвечать или приводить свою версию, получать следующую информацию и так далее, двигаться. Такая программа у нас сейчас работает на одной из кафедр, это кафедра фармакологии и кафедра медицинской информатики, готова эти кафедры предоставить, программные оболочки предоставить любой кафедре, которая готова ее нацитить содержимым. И, наконец, это использование интернет, собственно, мы с этого начинали сегодняшнюю конференцию, поэтому я не буду комментировать, добавлю только, что у нас к интернету подключен сейчас корпус НИЦ и кафедры, которые там расположены, мы уже работаем в этой сети, это кафедра детских болезней, корпус подключен к оптоволоконному проводу, это многие кафедры на пироговке, ну и эта сеть имеет развитие, она постепенно будет охватывать все подразделения академии и можно будет общаться с аудиториями не только, вот так как сегодня с Михаилом Александровичем мы общались, а с любой аудиторией России и за ее пределами. Ну и, когда мы готовили заключение, мы поначалу делали его обширным, потом мы решили это заключение переместить в проект решения, а заключение сделать коротким. Оно, собственно, в том, что за те четыре с небольшим, без малого, пять месяцев программа показала свою эффективность и при тех немногих деньгах, которые у нас есть, высокую рентабельность. Спасибо за внимание. Спасибо, Петр Франч, пожалуйста, вопросы кому угодно задать. Пожалуйста, Александр Николаевич Трежаков. Да, Александр Николаевич, спасибо. Это традиционный вопрос и поэтому традиционный ответ. В полной мере, в том числе та новая аппаратура, которая приобретена нами в январе, размещена на базе клиник, где работают наши кафтеры, в том числе в 61-й больнице, где база клиники акушерства, в 67-й больнице и других. Так, еще, пожалуйста, есть вопросы. Поднимите. Восходу, пожалуйста, когда в системе в том числе Вадим Георгиевич, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, поскольку системой занимается большой отдел во главе с Михаилом Григорьевичем Крейнисом и я просто здесь не буду фантазировать. Не знаю. Я могу ответить на этот вопрос. Существует соглашение с Министерством науки и технической политики по-старому, которое финансирует нам эти работы в течение трех лет. Поэтому мы зависим полностью от этого грантового финансирования. Но где-то, наверное, на 80% по пироговке оптоволоконная связь уже выполнена. Так что я думаю, это все-таки ближайшее будущее. Но, повторяю, мы зависим от финансирования. Не столько дорогая работа, сколько дорого само оптоволокно. Пожалуйста, прошу вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Это... Понятно. На этот вопрос я не могу дать исчерпывающего ответа, поскольку хочу напомнить, что я проректор по учебной работе, по содержанию учебного процесса. Технические вопросы, на них, наверное, на одном из ученых советов ответят наши инженеры. Я могу вам ответить на этот вопрос. Это вопрос, опять же, средств. Москва на начальном этапе, когда начала заниматься телекоммуникацией, она привлекала вузы. Я даже был членом комиссии, которая ни разу не собиралась. Но на нынешнем этапе Москва всё-таки выстраивает обособленную сеть, на виду комитет по здравоохранению. Поэтому переговоры ведутся, но это дело всё-таки Министерства здравоохранения. Поэтому у нас, к сожалению, пока вот таких надёжных контактов не получается. Поэтому, Пётр Франч на это ответил, на вопрос ответ дал. Мы работаем с базами, с главными врачами конкретных больниц. По интернету, пожалуйста. Если вы имеете в виду локальную, допустим, академическую сеть, то пока локальной сети ещё нет. Вам Фёдор Франч на этот вопрос ответил, что мы сеть строим. Это зависит от финансирования. Мы её построим, и центр хирургии обязательно будет включён. Насколько я знаю, здесь готовится в этой аудитории ремонт, который будет подразумевать подключение и к оптоволоконной сети, по крайней мере, клиник Пироговки и хирургического центра в том числе. — Единственное, я хочу, уважаемый профессор, ответить, что идентификацию личности пока мы не ввели. Хотя мы рассматриваем этот вопрос. Не исключено, что в научённый совет, приходить вам всё равно придётся. У вас будет магнитная карточка, как сделано в некоторых вузах, и вы даже будете идентифицироваться сначала. А потом можете уходить к себе в кабинет и пить чай. И потом в конце прийти, таким же образом проголосовать. Это возможно, если вы очень занято. Но Московская Министеринская Академия на демократических основах очень занятых профессоров учёные сайта не избирают. Пожалуйста, ещё. Ещё, пожалуйста, есть ли вопрос, Петр Франч. Нет, спасибо, Петр Франч. — Спасибо. — Я понимаю, что возникает очень много технических, конкретных вопросов. Но поверьте, что выстраивание сети — это дело очень тяжёлое, сложное. Финансы очень дорогое, и мы не можем вложить миллионы долларов. Поэтому если по-настоящему сделать, это надо вложить несколько миллионов долларов сразу. Но мы выкручиваемся, мы находим решения, мы находим какие-то выходы из этого. Поэтому мы вынуждены строить свою локальную сеть. Я вам скажу честно, пять лет назад я питал иллюзии. Была комиссия, ещё такой был Сморгонский замминистра, который увлекался телекоммуникациями из Нижнего Новгорода. Я был член этой комиссии, но, так сказать, всё свелось к обсуждению в ценах министерства коммерческой выгоды этого проекта. И, естественно, это ничем не закончилось. Хотя здесь чисто гуманитарно, здесь о коммерческой выгоде говорить, конечно, нельзя. Второе — Москва. Шансов был председателем комиссии, вице-мэр, ни много ни мало. Ни разу комиссию не собрал. Ни разу. В результате появилась у Лео Антоновича Бакерия, какая-то телестанция, по которой он консультирует больных. Ещё у кого-то Лядов в бассейновой больнице тоже что-то построил. То есть вот, к сожалению, но это отсутствие государственной политики в этой области. Пока государственной политики не будет, выстроить ничего нельзя. Во всех комиссиях, в семи комиссиях по телемедицине я состою, хоть бы, так сказать, какой-то был результат. Никакого. Ну и финансирование, правда, очень мало. Существует фонд телемедицины при Министерстве науки и технической политики. На сегодняшний день существует большая переписка с Министерством здравоохранения. По этому поводу на все запросы МИЗДРА мы откликаемся многотомными, многостраничными предложениями, но ответы не получаем. То ли нас не понимают, то ли это не надо, не востребовано, тогда зачем запрашивать. Вот такая ситуация. Так что это чисто государственная проблема. Но она намного шире и намного сложнее, чем нам сейчас кажется. Вот мы с Владимиром Трофимовичем Вашкиным ездили в современный гуманитарный университет. Ну с позиции постдипломного образования посмотреть что. Оказывается, единственный спутник, который охват всю территорию России, американский. И современный гуманитарный университет арендует канал в американском спутнике, потому что ни один российский спутник всю Россию не охватывает. И сбросить информацию в любой уголок России можно только через американский спутник. Вот ведь вещи, о которых надо говорить. Космическая станция сведена с орбиты. Что вместо? Ничего. Так что, конечно, я понимаю, хотелось бы многое как можно быстрее. Но это не получится. Позиция ректората стоит в том, чтобы все-таки стараться воспринимать самые современные технологии не многое подешевле, а может быть немногое, но самое современное. Поэтому решением ректората была приостановлена дальнейшая закупка оборудования для компьютерных классов. Потому что если будет хорошо развита оптоволоконная сеть, будут хорошо развиты связи, то, в общем-то, вы сами прекрасно понимаете, ту роль, которую сейчас играют компьютерные классы, они играть не будут. Стремительно дешевеют мультимедийные проекторы, стремительно дешевеют многое компьютерная техника. И компьютерные классы, в общем-то, на сегодняшний день нонсенс. То есть они стоят достаточно, почти столько же дороже, чем один мультимедийный проектор. На самом деле один мультимедийный проектор может заменить полностью, так сказать, целый компьютерный класс. Ну, не в каких-то вопросах. Что касается форм контроля, ну, это, конечно, извините, так сказать, хулиганство иметь пентиум для того, чтобы студент играл в крестике нолики, так сказать, и угадывал лекарства там или что-то другое. Это, конечно, недопустимо. Так что технику нужно использовать по назначению. И позиция ректората в этом отношении тоже совершенно определенная. Я хочу еще раз ее сформулировать. Мы помогаем и развиваем только те кафедры, коллективы которых готовы воспринять современную технику. Готовы воспринять курсов сколько угодно. Мы тоже эти курсы организовали. Учиться есть книг, литература, море по этому поводу. Знаменитая «Горбушка», в частности, так сказать, в каком-то виде. Ну, там, говорят, в цехах завода, теперь они переместились, тоже работает. То есть возможности, так сказать, очень большое количество. Но пока на кафедре нет людей, знающих, понимающих, любящих это дело. Бесполезно. Ничего сверху, ничему научить, внедрить нельзя. В таких высокоинтеллектуальных вещах, как компьютерная техника и как средства коммуникации. Вот это я хотел бы еще раз, чтобы, ну, как-то у нас после ученого совета сегодня осталось понимание. Что касается дальнейших программ и дальнейших планов, я хочу вот еще раз об этом сказать. Мы будем продолжать программу модернизации. И думаю, что, наверное, через год мы все-таки определенного насыщения достигнем, несмотря на все сложности. И какой-то оптимальный режим мы достигнем. Ну, а второе, это, конечно, там, где необходимо, надо развивать дистанционное образование. Конечно, так как у нас сейчас работает факультет постдипломного образования, когда толпы мы загоняем слушателей, и они вместо того, чтобы зарабатывать деньги, сидят, так сказать, в аудиториях, это неправильно. Конечно, многие вещи можно решить путем доставки информации к потребителю. Можно проводить в виде сессии, как это, кстати, делает тоже Владимир Трофимович Ивашкин в школе гастроэнтрологов. Суббота, воскресенье, понедельник. Пришел, послушал, сдал экзамен, получил сертификат, ушел. Все. Все остальное получи по каналам, так сказать, связи. Это, конечно, безусловно, платные формы, за знание надо платить, это все прекрасно сейчас понимают. Но цены должны быть тоже разумные, они должны быть, так сказать, приближены к существующей реальности. Нельзя цены ставить, так сказать, с потолка, они должны быть рассчитаны. И на сегодняшний день мы ведь никакой прибыли особенно не извлекаем из образовательного процесса, вы это знаете. Почему мы можем средства выделять из образовательного процесса на приобретение техники? Потому что все-таки худо-бедно нас бюджет финансирует. Вот если бюджет нас перестанет финансировать, все наши учебные деньги пойдут на оплату тепла и электроэнергии. Мы опять раз в месяц мы стоим перед угрозой отключения. Как перевыборы в ГАРАОС или в РАОГазпром, так и Телеграмм отключать. И начинает, так сказать, бравая барышня ходить по пироговке и рассказывать, как они отключат, какие рубильни, как они опечатывают, демонстрируют эти вот пломбы все. Это, так сказать, своего рода игра, к сожалению, которая, видимо, пока не реагирует власти на нее должным образом. Теперь по проекту решения ученого совета. Мы не создавали комиссию, потому что это, так сказать, этапный вопрос. Предложение такое, принять такое решение. Первое. Положительно оценить ход выполнения программы оптимизации технического обеспечения учебного процесса. Второе. Обеспечить образовательный процесс на кафедрах Академии с тематизированными комплектами учебных иллюстраций. Срок 1 сентября 2003 года заведующий кафедрами. Имеется в виду, что есть определенная идея унификации того материала демонстративного, который имеется на кафедрах. Он должен быть качественный, должен быть демонстративный. Он должен каким-то образом быть оприходован. Не должно быть индивидуальных коллекций слайдов у каждого лектора. И для этого у нас существует издательство Московской медицинской академии, который откорректирует слайды, их прочитает, поправит ошибки стилистические, орфографические. Будут слайды сделать достаточно качественно. Следующее. Завершить работу по совместимости учебно-компьютерных программ на всех кафедрах Академии. Срок 1 сентября 2001 года. Это работа на этапе завершения. Разработать интерактивные компьютерные программы для учебно-компьютерных классов Академии. Срок 1 сентября 2001 года. Ответственный Герасимов. И контроль изложить на кафедра Франча Литвицкого. Пожалуйста, какие есть по этому поводу вопросы, соображения, что нужно добавить. Нет возражений. Когда есть предложение проголосовать за предложенный проект решения, то за, прошу голосовать. Спасибо. Кто против, выдержался. Решение принимает все нагрузки. Теперь в разделе «Разный» у нас есть несколько дел, которые мы должны рассмотреть. Первый вопрос. В настоящее время в адрес Московской медицинской академии поступает многочисленное обращение от бывших стран СНГ с просьбой осуществить целевой набор студентов. Ну, там и платные есть, и бесплатные. Значит, я хочу объяснить, почему я вопрос этого ношу на ученый совет. У нас, например, есть опыт целевого приема азербайджанцев по просьбе московского правительства. Московское правительство заключило договор с Азербайджаном о том, чтобы азербайджанцев учить в ряде вузов Москвы. Так вот, так сказать, азербайджанцы-то учатся, но правительство Азербайджана не платит. Во всяком случае, нам деньги не поступают. Поэтому сегодня я вынужден был принять решение не допускать эту группу азербайджанских студентов до занятий в связи с неуплатой. Хотя первый секретарь посольства, человек очень уважаемый, очень приятный во всех отношениях. Он ходит на всех презентациях многочисленных, которые бывают в Москве, я везде его вижу. Но, к сожалению, дальше приятных разговоров дело не распространяется. Вот это пример целевого набора. Поэтому другие целевые наборы могут быть такими же. Кроме того, мы изучили опыт других вузов Москвы. К сожалению, по целевому набору люди приходят чрезвычайно малоподготовленные, часто даже не знающие русского языка. То есть такое ощущение, что целевой набор – это форма коммерции для многих стран, где просто за отдельную плату набирают эти группы, потом присылают, а что с ними дальше делать неизвестно. Учить русскому языку бывших наших соотечественников мы, конечно, не можем. И кроме того, мы являемся базой учебно-методического объединения, поэтому мы должны готовить наши разработки, программы, все-таки, не в тепличных условиях, но в условиях, в основном, российского контингента обучающихся. Поэтому, с тем, чтобы сдержать напор Минобразования Минздрава, в принципе, Минобразование Минздрав разделяет позицию Московской Министеринской Академии, нам нужно принять решение ученого совета, что ученый совет Московской Министеринской Академии считает целесообразным впредь воздерживаться от целевого набора на первый курс Московской Министеринской Академии, осуществлять бюджетный набор и коммерческий набор. Поэтому те, кто хочет по коммерческому набору, ради бога, сдавайте вступительные экзамены, выдерживайте конкурс, поступайте, учитесь. Не можете, значит не можете. Есть какие-то другие соображения по этому поводу возражений? Нет, тогда я прошу проголосовать за это предложение ректората. Спасибо. Кто против, подержался. Решение принимается единогласно. Теперь следующий вопрос, который нам нужно рассмотреть, это утвердить базовые цены. Базовых цен очень много, я сейчас назову основные. Они касаются, это базовые цены за проведение платных форм образования. Почему базовые? Потому что они сегодня такие, но они возможно могут подвергаться корректировке в случае каких-либо ситуаций, которые могут у нас в стране возникать. Обучение студентов на лечебном факультете 42 тысячи рублей. Это примерно 120-130-140 тысяч долларов, с учетом плавающего курса. Медико-профилактический факультет 35 тысяч рублей. Это за год обучения, естественно. Фармацевтический факультет дневной тоже 35 тысяч. Простите, да, 35 тысяч. Фармацевтический факультет вечерний 32 тысячи. Фармацевтический факультет подготовки научно-педагогических кадров, там тоже есть студенты, которые хотят учиться на контракт на основе, 42 тысячи. И стоматологический факультет. Мы не будем осуществлять платного обучения в этом году, но есть желающие, видимо, будут желающие на стоматологический факультет получить второе образование. Второе образование по закону является платным. Так вот, на стоматологическом факультете по расчетам планов финансового отдела стоимость будет 70 тысяч. Это самый дорогой факультет за год. За год 70 тысяч. Но это, кстати, дешевле, чем в стомат-институте. Вот по студенческим делам. Теперь новые формы подготовки, которые мы начинаем в этом году. Это заочное отделение фармацевтического факультета. 34 тысячи рублей в год. Довольно дорого, потому что там очень много работ идёт по переписке. Там очень большие затраты на почтовые и другие расходы. Заочное факультет высшего сестренского образования. У нас очень большой спрос оказался на эту форму, мы не предполагали. Но, видимо, тоже будем объявлять платный набор. Многие сёстры хотят получить высшее образование, но в силу разных причин. То есть они находятся часто не в Москве или по условиям работы не могут надолго отвлечься от своей работы. 24 тысячи рублей в год. И последнее то, что имеет отношение к студентам. У нас есть студенты, которые платят за общежитие в полном объёме, коммерческие студенты. Вот коммерческие студенты должны платить за проживание в месяц 600 рублей. Это то, что касается студентов. Пожалуйста, какие есть вопросы. Мы цены сохранили. Они не изменились по сравнению с прошедшим годом. Но я имею в виду в долларном эквиваленте, в рублём, конечно, стали выше. Есть какие-то соображения по этому поводу? Возражения, отмечания? Нет, принимается. Теперь следующее это по отделу подготовки врачебных и научно-педагогических кадров. Интернатура и ординатура. Примерно они стоят одинаково за один год учёбы. Терапия 40 тысяч, хирургия 43 тысячи, урология 50 тысяч за год. Акушерство и гинекология 50 тысяч, челюстно-лицевая хирургия 50, кожные и венерические болезни 50, другие врачебные специальности 40, провизоры 36, общая гиена 36 тысяч. Это вот интернатура и ординатура. Аспирантура очная, акушерство и гинекология 50, кожные и венерические болезни 50, урология 50, стоматология 55, хирургия 43, терапия 40, другие врачебные специальности 40, провизоры 37, теоретические специальности 40, гиена 36 тысяч и докторантура очная по всем специальностям 52 тысячи. Соискатели, заочная аспирантура, докторантура 17 тысяч, это 50% от общей стоимости. Экзамены кандидатского минимума 1100, вступительный экзамен в аспирантуру 1000, итоговый аттестационные экзамены 1100, пересдача итоговых аттестационных экзаменов 450, цикла повышения квалификации преподавателей 3 недели 4000, 4 недели 5000, предготовка выпускников медико-профилактического факультета 40 тысяч за год. Вот такие базовые цены, кроме того, есть подробно разработанные по факультету постдипломного профессионального образования врачей. Это детально по всем специальностям, по всем курсам и циклам наших 43 курсов и кафедр. Это очень большой перечень, он, единственное могу сказать, что он остался на уровне прошлых лет, разрешите мне не зачитывать, поверьте на слово, что здесь никаких существенных изменений нет. Пожалуйста, какие есть ко мне вопросы, замечания, может быть, другие предложения есть? Ну, цены, если оценить по сравнению с другими вузами, у нас средние, мы держимся примерно, придерживаемся все-таки того, что у нас в основном малообеспеченный контингент, ну, так сказать, средний, с средними достатками, кто поступает к нам, мы должны людей набрать, и мы рассчитываем на то, что прибыль будет за счет большого количества обучающихся. Вот основной принцип Московской медицинской академии, которому мы придерживаемся все эти годы, он пока себя оправдывает. Если нет, да, пожалуйста. Мы не имеем права по положению ВАКа. В последнем положении ВАКа не было жесткой записи, в последнем положении ВАКа жесткой записи. И мы уже после выхода положения ВАКа полностью сейчас финансируем работу специализированных советов, включая оплату оппонентов. Так, пожалуйста, еще какие есть вопросы? Пожалуйста, Иван Ильич. Я назвал. Пожалуйста, еще раз могу. Циклы повышения квалификации преподавателей. Три недели – 4 тысячи, четыре недели – 5 тысяч. Так, еще, пожалуйста. Какие есть вопросы? Ну, это все деканы, все руководители кафедр, все, так сказать, по своему профилю. Все это будет разослано после утверждения на ученом совете, объявлено приказом. Значит, если нет больше замечаний, предложений, тогда есть предложение проголосовать и утвердить цены за обучение, которые предложен ректорат. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. Кто против, воздержался, принимайте на гласто. Ну, я хочу напомнить еще раз, что максимальная часть идет на оплату труда преподавателей. Мы этого принципа будем придерживаться по-прежнему. Затем мы должны выплатить обязательные выплаты налоговые и так далее, и начисление на заработную плату. Затем мы должны определенную долю направить на погашение, на амортизационное отчисление коммунальной услуги, где мы стараемся направить поменьше. Остальное идет на усовершенствование учебного процесса. Ну, здесь маневр зависит от бюджетного финансирования. Больше бюджетного финансирования, больше средств, меньше бюджетного финансирования, то, конечно, проблем изникает больше. И самый последний вопрос. У нас нам необходимо утвердить программу по биоэтике. Она оригинальная, эта программа. Петр Франч Литвийский предложит параметры, назовет параметры этой программы. Я думаю, не надо ее полностью представлять. Она достаточно хорошо опробирована. Здесь Андрей Михайлович, точек для необходимости может проконсультировать. Спасибо, Михаил Александрович. Я хочу напомнить, что в конце 70-х годов эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали медицинским высшим учебным заведениям ввести в учебные курсы программу или подготовку по биоэтике. В 1995 году Михаил Александрович подписал приказ о создании учебного курса биоэтика. И с этого момента отрабатывалась рабочая программа, подготовленная на базе кафедры истории медицины под руководством Андрея Михайловича Сточика с привлечением философов, с привлечением судебных медиков и других специалистов. Она отработана. И есть предложение утвердить эту программу. И еще одну особенность. По рекомендациям специалистов Министерства здравоохранения, программу по биоэтике рекомендуют исполнять на первых-вторых курсах. Но при обсуждении на одном из наших ученых советов, как вы помните, и рекомендации кафедры, было предложено проводить этот курс на старших курсах, на пятом-шестом. Значит, вот второе предложение. Спасибо, Михаил Александрович. Да, пожалуйста, два вопроса. Мы имеем право иметь индивидуальную программу, как базу методического объединения, нам это разрешено. И мы можем в пределах учебного плана передвигать некоторые дисциплины, в частности, гуманитарного плана, о том, о чем сказал Кирилл Франович. Но на это нужно решение ученого совета. По программе нужно ее подробно представлять. Вышли довольно большое количество учебных пособий, очень много публикаций в нашей многотиражной газете. Андрей Михайлович готов ответить на вопросы и прокомментировать. Нет необходимости. Значит, первый вопрос туда, чтобы утвердить программу по биоэтике. Кто за? Спасибо. Кто против, воздержался, принимаясь ненагласно. Второй вопрос. Почему МИЗДРАФ рекомендует биоэтику преподавать на младших курсах? Видимо, биоэтику они рассматривают как философскую категорию, наверное, Юрий Михайлович, да? И поэтому они предлагают предлагать в рамке курса философии. Потому что во многих вузах преподавать биоэтику некому. Поэтому это, так сказать, такой компромисс и выход, который был найден. Что касается Московской медицинской академии, мы преподаем биоэтику в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. А она рекомендует преподавать биоэтику врачам или тем, кто готовится получить врачебную профессию. То есть преподаем ее, ну так как положено, на старших курсах. Но для этого тоже нужно решение ученого совета. Поэтому предложение, оно, собственно, Андрею Михайловичу одно, преподавать биоэтику на старших курсах. Если возражений нет, тогда я ставлю просто на голосовую. За то, чтобы утвердить это решение, прошу голосовать. Спасибо. Кто против, воздержался. Решение принимается и на голос. И в заключение мне осталось, прежде чем предоставить слово счетной комиссии, сделал два объявления. У нас следующий совет 7 мая, так как никаких переносов у нас связано с 9 мая, нет. Мы работаем, видимо, вы себе обратили внимание, в конце прошлого года было постановление правительства. Для тех, кто работает по пятидневке, мы отдыхаем 29, 30 апреля и 1, 2 мая. Те, кто работает по шестидневке, мы отдыхаем 30 апреля, 1, 2 мая. А в воскресенье 29 мая мы работаем по расписанию понедельника. То, что касается 9 мая, переносов никаких нет, поэтому 7 мая ученый совет состоится, никакой необходимости переносить его куда-либо нет. На совете нам предстоит утвердить правила приема в институт, поэтому совет очень важный, откладывать его, конечно, нежелательно. Что касается митинга, посвященного Дню Победы, Павел Львович, представитель сайта ветеранов, мне сказал о том, что он планируется 8 мая, но так как во второй половине дня предполагаются репетиции и различные ветеранские мероприятия, скорее всего, в отличие от предыдущих лет, он будет в первой половине дня, то есть примерно ориентировочно в 11 часов. Ориентировочно в 11 часов, но дополнительная информация поступит. Пожалуйста, счетная комиссия, кто доложит результаты? Хайджир Айч, вы? Счетная комиссия, кто? Евгений Иванович, пожалуйста, Евгений Иванович Барабанов. Глубоко уважаемый Михаил Александрович, глубоко уважаемый член ученого совета, счетная комиссия в избранном вами составе произвела подсчет голосов, тайного голосования по предложенным кандидатурам. В состав Совета 106 человек, присутствовал ей 81 члена ученого совета, розан 81 бюллетень, при вскрытии урны оказался 81 бюллетень. Голосование по всем кандидатурам единогласное. Прекрасно. Если предлагаю утвердить протокол счетной комиссии, кто за, прошу голосовать. Спасибо. Кто против, воздержался. Решение принимается единогласно. Мне остается так, как мы до майских праздников не увидимся. Поздравляю вас со всеми праздниками, которые будут в апреле и в начале мая. Пожелать вам всего доброго. Спасибо. Спасибо.